Возмущение общественности по поводу строительства высотного апарт-отеля возле посольства России привело к судебному разбирательству. Сначала Генеральная прокуратура пришла к выводу о несоответствии распоряжения мэра Беслана Эшба, который разрешил строительство, решению Сухумского городского собрания 2009 года, которым высота капитальных строений в исторической части города ограничена 16 метрами. Начальник управления по надзору за исполнением законодательства Генеральной прокуратуры внес представление в адрес администрации об устранении данного нарушения. В ответ столичная администрация обратилась в суд с иском о признании недействующим решения Сухумского горсобрания. По мнению мэрии, столичные депутаты не имели права принимать такое решение, так как это выходит за рамки их полномочий. В ходе предварительного слушания в Сухумском горсуде представители ответчика Саид Гизердава и Эсма Колбая ходатайствовали о приостановлении производства, так как они обратились с жалобой в Конституционный суд. Нами была подана жалоба в Конституционный суд Республики Абхазия о проверке конституционности решения Сухумского городского собрания за номером 126-369 12 ноября 2009 года. Соответственно, она была зарегистрирована 12 июня 2023 года. В связи с этим у нас возникло ходатайство о приостановлении данного производства, согласно части 1 статьи 197 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве. В запрос в Конституционный суд о проверке конституционности права акта органов государственной власти или органов местного самоуправления, либо отдельных их положений, допустим, если заявитель считает их подлежащими действию, вопреки официально принятому решению органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц об отказе применять и исполнять их как несоответствующей Конституции Республики Абхазия. Ну, хотя, естественно, не говорит о том, что они не соответствуют Конституции, но они не собираются эти акты исполнять, и более того, в официальных своих документах, в письмах они заявляют о том, что эти акты являются незаконными и просят объявить их недействующими на этом основании. Но в нашем случае мы ссылаемся на Конституцию, которая наделяет органы местного самоуправления более широкими полномочиями, даже те, которые оговорены непосредственно в законе об управлении в административно-территориальных единицах. Исходя из чего, мы можем сказать, что тут в дополнительном толковании нуждается компетенция органов местного самоуправления, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе. Представитель СЦА, начальник правового отдела администрации города Сухум Аслан Дочия выступил против удовлетворения ходатайства адвокатов. Мы не оспариваем в своем административно-исковом заявлении решение Сухумского городского собрания на противоречие Конституции. Мы говорим о том, что согласно статье 15 закона Республики Абхазия об управлении в административно-территориальных единицах, где отражены полномочия Сухумского городского собрания, то есть органа местного самоуправления, там речь не идет о правомочиях собрания приостанавливать выдачу разрешений на строительство объектов недвижимости местными органами госуправления. То есть этого нет в этих полномочиях. Поэтому мы оспариваем данное решение, а не в связи с тем, что данное решение противоречит Конституции. Суд не удовлетворил ходатайство представителей-ответчиков, посчитав их доводы несоответствующими требованиям Кодекса Абхазии об административном судопроизводстве. Производство по делу не будет приостановлено. Судья Астамур Тванба также рассмотрел заявление от Государственного управления охраны историко-культурного наследия о привлечении их представителя к судебному разбирательству в качестве заинтересованного лица. Представитель СЦА выступил против, адвокат и ответчика – за. С административно-исковым заявлением не затрагиваются права и законные интересы управления историко-культурного наследия Республики Абхазия. Поэтому мы против. Изложенные доводы в заявлении о привлечении в качестве заинтересованного лица на стороне ответчика мы считаем необоснованным. Надо понимать, что часть территории, в зоне которой происходит ограничение нового строительства, согласно решению Узгумского городского собрания, оно принималось в том числе и в целях обеспечения сохранения объектов историко-культурного наследия. Это своего рода временное зонирование, которое не позволяет разрушать объекты историко-культурного. Именно в этих целях это решение принималось. И, конечно же, Государственное управление охраны историко-культурного наследия заинтересовано в сохранении вот этих охранных механизмов временных хотя бы до периода того, когда будут приняты соответствующие нормативные акты. Суд отказал в привлечении Госуправления охраны историко-культурного наследия в качестве заинтересованного лица. Таким образом, привлечение заинтересованных лиц в участии в деле признания действующим нормативно-правового акта является правом суда, поскольку при рассмотрении административного дела об оспаривании нормативно-правового акта полномочия суда ограничены проверкой законности положения нормативно-правового акта, который оспаривается и объясняется обстоятельства, указанные в части 7 ст. 220 Кодекса Республики Абхазии административного судопроизводства. В связи с изложенным суд не находит оснований для привлечения в настоящее административное дело Государственного управления охраны историко-культурного наследия в качестве заинтересованного лица. На этом предварительное слушание по административному иску столичной мэрии завершилось. Первое заседание, где суд приступит к рассмотрению дела по существу, назначено на 20 июня.